Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои подписчики, телезрители, интересующиеся люди, духовно развивающиеся. Сегодня я хотел рассказать о притяжении друг друга. То есть, те люди, которые впервые это видео смотрят, наверное, очень сложно будет понять многие вещи. Нужно посмотреть еще кучу различных моих видео на канале, о чем я говорю. Наверное, сегодня все-таки больше это видео будет посвящено для людей, которые хоть что-то понимают, как устроена Вселенная, как устроен организм человека, душа, программа человека и так далее. Появились вопросы, об этом я отдельно не говорил, когда мы просим притянуть какого-то человека к другому человеку. Как это все работает, происходит, что можно, что нельзя. Ну, давайте начнем, наверное, вот у человека, например, зал ожидания. Иногда прописана женщина, иногда мужчина прописан в программе. Но если же не прописана, например, то, в принципе, можно притянуть по вашим параметрам любого человека. Чем больше параметров прописано, тем сильнее и сложнее нужно притягивать. То есть уже делается искусственная душа, как бы, вселяется во взрослое тело, создается взрослое тело. Это звучит фантастически, да, для многих непонятно. И так же, как и Иисуса Христу тело делали, пророка Мухаммеда, точно так же сегодня есть такие технологии, когда наши, допустим, развитые наставники делают такое физическое тело и вселяются в энергетическую душу. То есть прописывают, чтобы он вас любил, там, на руках носил, было много денег, был сильный, красивый, там. Или наоборот, женщина, там, была с такими-то волосами, глубоглазая, там, какой-то размер талии, груди, роста, там. Человек, который вас понимал и так далее. То есть, ну, по-другому биологический робот. Духовная программа там никакой не прописана, но этот человек так же будет стремиться развиваться, будет стремиться вас понимать и так далее. То есть, находясь с этим человеком рядом, вы никогда в жизни не поймёте, что там нет настоящей души. Просто это невозможно. Если человек по нескольким параметрам хочет, чтобы она его любила, понимала, там было примерно одинаковое уровень энергии и духовного развития, такого человека готового можно найти на Земле. Из там нескольких миллиардов найти какую-то подходящую женщину или мужчину, когда вы заказываете. Если же у вас в программе, например, да, прописан какой-то конкретный человек, либо два человека, например, там, мужчина по программе, либо женщина по энергии. Ну, я говорю про разные полы, естественно, у каждого пола то же самое будет. Есть близнецовое пламя, может быть, прописано. То есть, близнецовое пламя – это то, которое лучше всего подходит. Вторая половинка души. Кстати, иногда её могут поменять по определённым причинам. Она тоже взаимозаменяемая. Второе, а менее подходящее – это по программе. То есть, когда человек меняется энергией и должен друг друга развивать духовную. Но один больше должен развивать, чем другой. Поэтому мы друг другу даёмся. То есть, мы даёмся не просто так, чтобы там просто создать семью, например, чтобы нам комфортно было детей воспитывать. Это тоже, но это второстепенно. Самое основное, для чего по программе мы прописаны, чтобы мы помогали друг другу развиваться. В высших измерениях это уже не нужно. То есть, вы сами уже развиваетесь. Поскольку мы ещё не очень развитые, поэтому души определённым образом соприкасаются, притягиваются, и мы духовно развиваемся. И третье, менее подходящее – это по энергии человек. И вот если кто-то из этих троих у вас прописан в программе, мы просим высших сущностей, они притягивают. Они притягивают, и, естественно, таким образом, через какое-то время, сроки разные бывают, ну, в среднем это год может быть, но есть люди, которые через 6 месяцев встретили, через несколько месяцев встретили своих вторых половин, свои вторые половины. Поэтому здесь всё зависит от очерёдности у сущностей. Если они сильно заняты, значит, они чуть дольше будут делать. Если они более свободны, они ускориться могут. Поэтому сроки, они примерные. От нас уже это не зависит. Далее. Если в программе никого нету, ну, грубо говоря, есть предназначение, обычная программа, но есть никого в программе не прописано. Здесь то же самое, как в зале ожидания, как на отдыхе. На отдыхе тоже может быть прописано, а может быть и нет. Если не прописано, всё то же самое. То есть, если в программе женщины не прописано, есть выбор. То есть, можете либо заказать по многочисленным параметрам синтетическую душу и тело, либо всего лишь несколько параметров, и живую, и настоящее тело. Тело и в том, и в том случае будет настоящее, а вот души будут разные. Почему в одном случае синтетические, в другом живая душа? Да потому что, когда очень много параметров, таких людей на земле вы не найдёте для себя. Чтобы именно такая была, там, свободная, там, такого-то возраста, такого-то веса, роста, какие-то внутренние качества, просто таких людей нет. Поэтому приходится создавать искусственную душу. То есть, ничем она отличаться не будет, никакую карму вы не наработаете, никакие проценты не занимаются у вас с программой и так далее. Для чего это всё делается? Часто просят помощи. Большинство вещей, которые мы предлагаем, они ничем не наказываются, никакая карма не нарабатывается, проценты не изымаются. А если изымаются проценты, мы просто человеку говорим. Вы знаете, вот если вы хотите, чтобы мощнее руна работала, либо что-то, какую-то ситуацию, ну, супер внештатную, внеплановую мы создаём, то, естественно, мы говорим, вы знаете, у вас из программы вычтут 2%, например, но вы их отработаете. Ну, в принципе, до 10%, когда вычитают наши сущности, наши создатели у нас из программы, когда мы что-то просим взамен, что такое редкое, тогда мы можем ещё отработать. Если уже больше 10%, это надо уже смотреть индивидуально, и это уже сложновато. Поэтому, как притягивают механизм? Есть ангелохранители и у вас, и у того человека, которого мы притягиваем. Но если там это синтетическая душа, естественно, нету. Всё у нас взаимодействие начинается с тонкого плана. И на тонком плане создают такие условия, воздействуют на одного человека, на другого, на третьего человека, и вот все вот эти люди будут делать так, чтобы вы именно вышли на этого человека, чтобы вас, например, сегодня позвонил друг, сказал, приезжай туда, вы случайно поехали, пошли кофе попьём, сели в ресторан, поели, попили, там случайно встретили с этой девушкой. Вот так сводят, понимаете? Допустим, одна живёт в одном городе, другой в другом городе. Случайно там почему-то понадобилось поехать в другой город этому человеку, либо вам, либо ей, и вы где-то встретились в нейтральном городе, так познакомились. Как правило, при встрече, что мы даём? Либо описание девушки, либо мужчины полное, либо частичное, чтобы было понятно, кто перед вами. Либо, если человек развитый, уже и работает интуиция, а просто ощущает уже, либо тепло, тепло будет идти, то человек понимает, что он встретил нужного человека. Хотя тепло и холод, тоже такие понятия, они общие. То есть, можно и друга почувствовать, и просто любого человека. И не всегда бывает, что это помогает. Поэтому полностью всё-всё-всё дать, как бы притянуть, будет считаться, что вы не выполнены программой. То есть, когда имя дают, фамилия, отчество, там где живёт, конкретный адрес, что человек просто открыл интернет, нашёл её. Но надо ещё объяснить, кто вы такой, зачем, человек может и не понять сразу. И опять же говорю, вот когда существуют, допустим, какие-то души, с которыми вы должны встретиться, с которыми вы должны развиваться, прожив какое-то количество времени вместе, у кого-то могут быть тёмные, у кого-то может быть порча с глаз. Пока не снимем тёмных порча с глаз, тот человек, возможно, на вас даже никогда не посмотрит. И зачастую даже такое бывает, что вроде бы всё уже нашлись, и раз человек всё равно уходит. Потому что мы живём, где очень много людей, где тёмных сейчас очень много, и в какой-то момент времени бывали такие случаи, тёмные приходили, человек уходил, и порчу из глаз наводили, очень мощные, приходится их снимать, чтобы опять этого человека вернуть. А иногда бывают настолько мощные, что это годами снимается, и просто в сущности сами рекомендуют, просто этого человека оставить, и прописать себе в программу другого. Когда никого нету, вообще можно прописать практически любого человека, который тоже в программе никого нет. Чтобы вам было комфортнее вместе. Иногда это делать не следует вообще. У человека есть выбор, любого выбирает просто, и может вместе находиться всю жизнь, пока друг другу просто не надоест, не наведите. Поэтому в этом плане никаких проблем нет. Такие общие моменты я рассказал. Естественно, всегда есть какие-то нюансы, исключения. Всегда лучше смотреть это, заранее смотреть. Вот, если у вас есть девушка, по энергии, по программе, близнецовое пламя. Если вас устраивает, её притягиваете. Ничего не снимается из этого. Если полностью подсказки дают, можно уже не искать её, смысла нет, вы не выполнили программу. Чем сложнее программа, тем дальше люди друг от друга находятся. То есть, если простая программа, допустим, в соседнем подъезде она будет жить, вы её встретите. Чуть сложнее программа, она в другом районе, ещё сложнее, она в другом городе, ещё сложнее, она в другом государстве. Всё. То есть, вот, есть программа, у кого-то чуть слабее, у кого-то чуть сложнее, в духовном плане, в плане питания, в плане нахождения своей второй половинки. Кто что не доработал в прошлых жизнях, в этой жизни просто сущности дают нам наши учителя. Плохо разговариваясь духовно, вам вообще по загрузят, с утра до вечера надо медитировать. Если человек более-менее развивался и где-то что-то с питанием не доработано, ему могут дать проноедение, фрукторианство. Если человек, например, не доработал, не так опыта много общения с женщинами или с мужчинами и не так много детей, могут дать воспитывать или родить трех-четырех детей, например. То есть человек в этом плане тоже не доработал. То есть в зависимости от предыдущих воплощений, от предыдущих программ, естественно, дают определенное развитие, определенные программы и человек идет по ним и ангел-хранитель его направляет. Кто может найти без помощи контактера и вообще для чего контактер нужен в этой ситуации? Опять же скажу, что кто такие контактеры и зачем они нужны? Может кто-то впервые это видео смотрит, думает, может какой-то умалишенный, сам с собой разговаривает. Контактеры – это люди, которые могут контактировать и давать информацию от наших учителей. Кто-то менее развит, кто-то чуть более развит, кто-то очень развит. И люди все дают разную информацию. У кого-то доступ более высокий, у кого-то менее высокий. И человек берет эту информацию и делится с вами о вашей программе, о вашей жизни. Какие-то вещи даже можно о будущем рассказать точные. Что-то вам посоветовать, со здоровьем, с другими какими-то проблемами, с бизнесом. То есть фактически можно все что угодно. Сущность можно напрячь и сущностей бывает очень много и таким образом проработать фактически любую тему. Есть там несколько запретных тем, которые мы не используем, но это очень редко встречается и в принципе практически все можно сделать. Кто должен обращаться к таким людям? Те, кто еще не очень развит и не может сам выйти на этого человека, найти его, что-то сам сделать, узнать информацию. Поэтому существуют контактеры, они должны сидеть в своих офисах. Я уже так говорил. Чтоб любой человек мог к нему прийти и получить любую информацию. И причем такие люди должны по всей земле сидеть. Но поскольку мы еще не дошли до такого уровня развития, они прячутся, часто лица не показывают, голоса меняют, картинки в ченнелингах идут. Кто за картинкой, никто не знает. Поэтому такие вещи происходят. Кто-то более смелый, они лица показывают, своими голосами разговаривают. Это будущее. Это наше будущее. Если мы не начнем сейчас развивать друг друга, то мы никуда не сдвинемся. Мы так и будем за оружие держаться, убивать друг друга, проклинать, разделять, говорить, что вот ты плохой сосед, а ты хороший, то есть это все равно не приведет к развитию. Люди постепенно все равно поймут и будут духовно развиваться. Те знания, которые у нас темные, отобрали. И продолжают все зауалировать, чтобы мы ничего не понимали. Без контактера, кто может почувствовать, те, кто очень уже духовно развиты. То есть интуитивно выводят. Люди, которые к нам обращаются, часто находят друг друга. Не скажу, что все поголовно, но находят. У кого попроще программу идти, сразу находят. У кого посложнее программы, те люди, как правило, за помощью обращаются. Если вы друг друга не найдете, ну там несколько процентов вас уберут из программы. Через какое-то время может вам пропишут еще у кого-то. Попытка номер два будет. Как в тире, заплатил, промазал, еще попытка. Так же и здесь. Ну с какими-то потерями, естественно, для вас. И так, если какие-то вопросы будут, если я что-то не озвучил, просто забыл сказать, ну в комментариях постараюсь отвечать. Либо может быть в будущем еще сниму лекцию на эту тему. И если кто-то нашел уже свою вторую половину, пишите под этим видео. Люди должны знать, что это работает. Что те вещи, о которых я рассказываю, они реально существуют. И они работают. Не просто там, что я фантазирую, сижу там. Потому что большинство людей, к сожалению, не пишет комментарии. Не хотят, чтобы вы знали, кто это пишет, кто обращается. Но это понять можно. Потому что потом пальцами не показывали. Итак, благодарю вас за просмотр видео. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова